Мы строили, строили и наконец построили! Эта фраза из любимого советского мультфильма давно стала крылатой. И судя по восторгу и восхищению в голосе Чебурашки, нетрудно догадаться, с каким нетерпением ждали результата строительства. Собственно, с тех пор мало что изменилось. Получение комфортного жилья или благоустроенного офиса по-прежнему большое событие. А профессия зодчего – одна из самых востребованных. Правда, с каждым годом требования, предъявляемые градостроительству, повышаются. Грамотных специалистов в этой области готовят в Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства. И сегодня в программе «Один день с профессионалом» мы как раз познакомимся с деятельностью этого техникума. Технологии строительства меняются с каждым днем, но никто еще не отменил кирпичных домов. Без каменщика не сооружается ни одно прочное здание. Во многих регионах России наблюдается бум строительства. Строят жилые дома по социальной программе, пригородные элитные поселки, животноводческие комплексы, спортивные сооружения, мосты. Перечень можно продолжить. Рынок труда явно испытывает нехватку специалистов-каменщиков. Спрос на профессию привел к увеличению заработной платы. Крупные строительные фирмы буквально ведут охоту на квалифицированные кадры. Обучают каменщиков в Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства. Ребята в данный момент занимаются каменными платками. Допустим, они выполняют конструкцию перегородок, балконную перегородку, столб и стену толщиной в один кирпич. Утром они проходят инструктаж по технике безопасности и выдаем им инструменты, рабочую одежду, каску, конечно, индивидуальное средство защиты и все. И начиная с раствора мы начнем выполнять вкладку каменными. Родители Максима Глинкина всю жизнь посвятили стройке. И молодой человек, можно сказать, вырос среди каменных блоков и подъемных кранов. Так что Максиму не оставалось ничего иного, как пойти по стопам родителей. Строительство всегда будет востребованно строить. Строишь дома, коттеджи. И это очень полезная работа и важная. На ней развивается все. От математики до разных других наук. Знание математики мне весьма сильно помогает. Рассчитать площади, объемы, все это помогает очень сильно. Это неотъемлемая часть строительства. Хотел бы открыть собственный бизнес в строительстве. Не знаю, тоже создавать свои бригады, направлять на строительство. Конечно, с профессией строителя в основном ассоциируются сильные и смелые мужчины с каской на голове. Но в этой профессии есть место и представительницам прекрасной половины человечества. Несмотря на то, что я девушка, я выбрала эту профессию, потому что я считаю эту профессию одной из самых важных профессий. Больше всего мне нравится чертить чертежи. В будущем я хочу стать проектировщицей. После того, как каменщики завершили свою работу и стены дома готовы, наступает очередь мастеров облицовочных работ. Эти специалисты придают фасадам и интерьерам привлекательный внешний вид, архитектурную завершенность и необходимую цветовую окраску. Часто используют плитки, особенно приобретают новые квартиры у нас в Чебоксарах. Поэтому студенты, обучившись здесь, они свободно могут выложить плитки даже у себя дома. Что в ванной комнате, что в туалете, что на кухне, да, вот в фарту. Даже сейчас у нас часто используется, выкладывают плитки на кухне по полу, еще выкладывают плитку в прихожей. Даже есть случаи, что очень часто используют ламинат, а сейчас у нас изготавливают плитки практически похожие, прям как под ламинат. Даже не нужно использовать крестиков. Они выкладывают, значит, способ в разбежку, и любой студент может это выложить. Провила, мастерки, зубчатые шпатели и резиновые молоточки. Что это такое и как их использовать, прекрасно знают студенты техникума строительства. И если кто-то постепенно и целенаправленно овладевает этой профессией, то некоторые становятся строительными спонтанно. Так Алексей Смелов, получив сначала музыкальное образование, в корне изменил свою жизнь и пошел в строители. Я считаю, что это настоящая мужская профессия, и каждый уважающий себя мужчина, начинающий даже, должен овладеть ее. В любом деле есть плюсы и минусы, но здесь плюсы перекрывают все минусы. Наверное, один минус – это время. Очень много времени требует. Это труд, физическое время, но когда у тебя что-то получается, когда ты сам достигаешь чего-то, это всегда здорово, и поэтому, мне кажется, это потрясающая профессия. Еще одна важная и нужная профессия в строительной области – столяр-плотник. Он непосредственно готовит материалы к дальнейшему использованию, конструирует и собирает нужные изделия или целый объект из дерева. У столяра-плотника большой диапазон работ. Эта профессия востребована в промышленном строительстве, сооружении мостов и многих других внутригородских конструкциях. В Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства готовят настоящих профессионалов этой отрасли. Выполняют, ребята, разные виды пловинств столярных работ. Допустим, плотничные соединения, столярные соединения. В данный момент, ну, на сегодняшний день они выполняют киянку, то есть деревянный молоток. Вот этот инструмент, он очень необходим. При выполнении плотничных столярных работ, вот этот инструмент у нас заменяет, ну, обычный молоток. Эти люди работают самым древним и ценным материалом в строительстве – древесиной. Научиться работать с деревом на самом деле несложно. Все мальчики проходят азы этой специальности на уроках труда в школе. Но даже имея нужные инструменты, не каждый справится с поставленной задачей, ведь тут нужна кое-какая смекалка и определенные навыки. Сложность, тяжелый физический труд, скорее всего, и все. Трудности мне не составляют таких. Я и в школе тоже занимался плотничными столярными работами. Работы много, найдется и для меня местечко. Быть строителем не только престижно, но и выгодно. Эти специалисты могут выполнить любые строительные работы. Делать ремонт, спроектировать фасад или построить дом для строителя – это не проблема. Выполнить все виды работ они могут своими руками, не прибегая к помощи людей со стороны. Работникам строительной отрасли необходимо постоянно повышать квалификацию. Решают эту проблему в учебном центре «Технониколь». Здесь, на базе Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, специалистов обучают основным методом работы с современными материалами. И начинающих, и опытных строителей здесь знакомят с новейшими технологиями по устройству кровель, фундаментов, фасадов и не только. Обучение проводится по следующим модулям. Устройство плоских кровель из битумно-полимерных наплавляемых материалов и из полимерных мембран. Также устройство скатных кровель с применением гибкой черепицы «Шинглос». Теплоизоляция строительных конструкций и фасадов с устройством штукатурного слоя. С получением диплома наши студенты получают сертификат ресурсного центра «Технониколь», который им позволяет принимать участие в общестроительных работах при новом строительстве. В системе ЖКХ и благоустройство. Занятия проводят с помощью специальных макетов. Здесь все смоделировано в натуральную величину. И специалисты считают, что этот центр – основная кузница кадров для строительной отрасли. Андрей Алексеев пришел сюда уже профессиональным каменщиком, чтобы получить знания по новой технологии «Мокрый фасад». Сейчас она развита не везде. И владение этой новой технологией – еще один плюс копил по Андрею. Ну, нравится то, что узнаешь что-то новое, потому что сейчас работодатели, они ищут как бы специалистов и технологии, когда они развиваются. Ну, оборудований здесь очень много. Всякое разное, дорогое, дешевое. Даже есть для автоматической клейки полимерных мембран, есть автомат. Он довольно-таки дорогой и интересно с ним работать. Изучение местности, замеры территории и составление карт – основа основ любого строительства. Эта ответственная работа лежит на плечах геодезистов. Земля сейчас на рынке самый востребованный товар, ее покупают и продают. Так что специалисты в этой области уж точно не останутся без работы. Освоить это направление помогут чебоксарскому техникуму строительства и городского хозяйства. Тахиометр, нивелир, теодолит – эти современные приборы значительно упростили проведение геодезических измерений. Определение координат, вынос их в натуру, измерение высоты объекта, вычисление площади. Все эти показатели после измерения необходимо ввести в компьютерную программу, чтобы получить необходимый результат. В области строительства геодезисты незаменимы. Они сопровождают строительные работы с момента отвода участка до сдачи объекта в эксплуатацию. Ни одна строительная площадка не ведет работу без участия геодезистов. Геодезисты должны выполнять разбивочные работы, то, что выносят, оси сооружения, выносят проектную отметку. И вообще я считаю, что у геодезистов очень много работы, они востребованы. Составлять расчетные схемы, задавать нагрузки на здания и конструкции и в итоге получать результаты конструирования железобетонных или металлических элементов. Всему этому студентов обучают на геодезических работах. Летом работал, ну, как сказать, в Москве. И я с участием ездил и видел, как там приборами работают, нивелиром теодолитами. Мне стало интересно. Я тоже посмотрел и спросил, ну, как эта профессия называется, как они, чем занимаются вообще. И мне один геодезист все рассказал. Вычислений, конечно, слишком много, очень тяжеловато, но то, что на практике сейчас мы вышли, вот это радует меня. Смотреть, измерять, вот это интересно, все новое-новое познавать, вот это интересно. Буду еще, надеюсь, что буду геодезистом, но в этом пока не уверен. Пока не доучился, ничего не могу, определенного ничего не могу сказать. Не кочегары мы, не плотники. К сожалению, горьких нет, а мы монтажники-высотники. Так пели герои популярно в СССР фильма «Высота». В этой увлекательной картине рассказывается о рискованной и мужественной профессии монтера. К ним, безусловно, относятся и электромонтеры. Стать лучшим в этом деле можно, обучившись техниками строительства. В современный мир невозможно представить без электричества и электроэнергии кровь современной цивилизации. Выход из строя одной электроподстанции на полдня может буквально парализовать город. Так что электрик – одна из важнейших профессий современности, хотя не все об этом догадываются. А квалифицированные электрики стабильно востребованы на рынке труда. Мы проходим электромонтажную практику. В течение двух недель студенты, имея свои знания и навыки, отрабатывают навыки первичные. Работают с электромонтажным инструментом, работают с электрическими схемами, принципиальной электрической схемой, схемой электрических соединений, электромонтажной схемой, которая им пригодится в дальнейшем. Студенты хорошо справляются с поставленными задачами, когда им подробно объяснят, что нужно сделать, какой тип контроля у них будет по окончанию работы. Значит, они представляют себе четко объем работ, каким инструментом пользоваться, и в итоге получают хороший результат своей работы. Отрабатывать навыки работы с электромонтажным инструментом, научиться разделывать провод и кабель, подключить его к электрическому аппарату в соответствии со схемой и проверять качество монтажа. Такая задача стоит перед студентами на практических занятиях. Самим ребятам будущая работа очень нравится. Как я кончил школу, я начал задумываться, куда пойти. Сначала сомневался, думал, куда же пойти. Но потом мне отец сказал, что сейчас, в нынешнее время, работа электрика, энергетика очень, так сказать, востребована. Но я не стал сомневаться. В моей семье есть электрики, да и, так сказать, я сам из деревни. В деревне тоже нужен электрик. Электриков у нас не так уж много. Хочу, так сказать, стать первым из них. Я считаю, что она очень нужная и полезная. Но есть еще несколько причин. Мой дедушка был электриком. Хочется продолжить наследство. И я родился в день энергетики. Я хочу работать на установке электроборудования на концертах музыкальных. Сантехники, электрики, монтажники, каменщики, кровельщики. Какой бы ни была экономическая ситуация в стране, представители рабочих специальностей всегда входят в топ-10 востребованных профессий. Пройти мастер-класс по работе с новейшим оборудованием, повысить квалификацию и даже получить новую востребованную в строительном рынке труда профессию. Такую возможность предлагает многофункциональный центр прикладных квалификаций «Умный дом» на базе Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Сейчас мы с вами находимся в лаборатории современной электронной сантехники, где непосредственно наши обучающиеся изучают способы монтажа, последовательности монтажа, изучают новые синтарно-технические приборы, потому что действительно широкий спектр сейчас выпускается данных приборов. И нужно уметь правильно их выбирать и, конечно же, монтировать. В данной лаборатории вы видите весь комплекс, который мы с вами встречаем не только в БТУ, но и на производстве. Самая главная уникальность данной лаборатории заключается в том, что у нас здесь установлены импульсные счетчики, которые, скажем так, без доступа человека автоматически отправляют показания счетчиков непосредственно в ЖУ. В лаборатории современной электронной сантехники учащиеся знакомятся с последними разработками в этой области, особенностями процесса монтажа, эксплуатации и ремонта. Мы изучаем санитарное оборудование, последовательность монтажа данного оборудования, способы установки и регулирования. Я думаю, что знания, данные мне в этой лаборатории, помогут мне найти работу и быть востребованным на рынке труда. Пройти обучение здесь могут даже те, кто по профессии сантехникой не связан, но хочет разобраться в этом вопросе, например, при замене сантехнического оборудования у себя дома. В лаборатории изучения вентиляции и испытания котлов занимаются в основном те, кто уже имеет рабочую специальность, но хочет стать специалистом более широкого профиля, умели изучить новинки. Работаю сварщиком. Сюда пришел я, чтобы повысить квалификацию для себя же и на будущее. Мы изучаем теплоизоляцию здесь и газовые котлы. Здесь у нас сегодня показывали кондиционирование. И на будущем, может быть, и в профессии поменяется. И это очень хорошо оплачивается. В первую же для молодежи, конечно, это очень важный вопрос. Для сотрудников управляющих компаний, представителей ТОС, ТСЖ и всех, кто хочет грамотно управлять домом, а также экономить на отоплении, водоснабжении и других коммунальных услугах, в центре тоже есть весьма опознавательный курс. Здесь можно изучить принцип работы автоматизированного теплового пункта системы отопления в зависимости от погодных условий и параметров тепловой сети. В большинстве домов уже стоят автоматизированные площадки управления, отопления и горячего водоснабжения. Поэтому специалисты такого профиля будут очень востребованы. Как экономить на коммунальных услугах, на горячей воде, на отоплении? Как правильно использовать датчики? Как нужно снимать показания приборов учета? Эти студенты знают в совершенстве. Хотите пополнить их ряды? Тогда спешите в техникум. Приемная комиссия уже вовсю работает. Прием документов в Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства начинается с 20 июня 2016 года. На дневное отделение оно будет продолжаться до 13 августа 2016 года. 15 августа это у нас зачисление будет. А на заочное отделение до 31 августа 2016 года. Прием на 2016 мы будем ввести по 12 специальностям. 12 специальностей на дневное отделение и по 2 специальностям на заочное отделение. Для того, чтобы поступить к нам, нам надо минимум документов. Это первое. Оригинал и копия паспорта. Дальше оригинал и копия аттестата. 4 фотографии 3х4. Если кто-то планирует поступить по специальности электроснабжения, то медицинская справка. Выпускники техникума находят работу в различных компаниях, на производственных предприятиях. Карьерный рост здесь обеспечен былого желания. Особо предприимчивые имеют все шансы организовать свой бизнес. Освоить любую из вышеперечисленных профессий в этом техникуме можно за 1 год 10 месяцев после окончания 11 классов, а после 9 классов за 3 года и 10 месяцев по техническим направлениям и за 2 года 10 месяцев на гуманитарных специальностях. Вот мы с вами и познакомились с Чебоксарским техникумом строительства и городского хозяйства. Его студенты уже сделали свой выбор. Теперь ваша очередь. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова